Он вывел команду в финал Кубка ЕКВ и продвинул в Российскую Суперлигу. Время Виктора Гончарова у руля минчанки закончилось и дело не в пенсионном возрасте. В январе тренеру исполнилось 63. Из-за максимальной выкладки в последние годы нет прежнего порыва, плюс нужно восстановить здоровье. Возвращение возможно, но пока дам дорогу молодым, решил Гончаров. И теперь главным в минчанке будет Станислав Саликов. Экс-игрок сборной Белоруссии, работала в штабах нашей нацкоманды Краснодарского «Динамо», а в «Уралочке» ассистировал самому Николаю Карполю. Я завершаю спортивную карьеру. Получилось так, что у меня еще год контракт, но пришлось уступить свое место, потому что нужно переосмыслить все дела, нужно перезагрузиться. И есть проблема немножко со здоровьем. Совсем недавно Виктор Гончаров объяснил свои причины, почему он покинул пост наставника минчанки. Теперь ведущий клуб нашей страны в Суперлигу поведет белорусский специалист Станислав Саликов, трудившийся старшим тренером в «Уралочке» и краснодарском «Динамо», но главным – никогда. Перебить авторитет Гончарова, с которым минчанка играла в финале Кубка ЕКВ, будет непросто, но в своих силах Саликов не сомневается. «В любом случае нужно начинать, поймите, насколько можно работать помощником. Тем более, как бы я работал тогда в «Уралочке» с молодежной командой. Ну, конечно, там на меня никакого давления не было. Там все было это под контролем. Я просто работал, можно сказать, с удовольствием. Если не сейчас, то когда, скажем так? Когда? Да, там у меня еще были, к счастью, были другие предложения. И в прошлом году, и в этом. Решил поехать сюда. Мне просто приятно было, что люди были заинтересованы, чтобы приехали. Они мне доверие оказали, отказывать. Да и в Минске я прожил столько времени, здесь мне все близко и родное. Почувствовали, что созрели именно первым тренером? То есть раньше, например, не готовы были, допустим, лет пять назад. Если бы вам предложили в команду «Возглавец», вы бы еще отказались, например? Не, я не отказался бы. В «Возглавец» нет возможности. Все места заняты. Как вы говорили, что тренерская работа, которую трудно найти и очень легко потерять. Но реально, действительно, какие-то предложения по работе и мест по работе, их очень ограниченное количество. Конкуренция достаточно большая. Поэтому найти себе место непросто. Поймите, нельзя сидеть помощникам столько времени. Нужно как-то... Так можно остаться и навсегда. То есть реально тренер может в зоне комфорта остаться, и это плохо, правильно? Кому как. Кому-то это вполне их устраивает. Тут недавно один человек мне сказал, что это тренера, которые могут работать только помощниками. А как главный тренер у них не получается. Хочу сказать, что, поверьте мне, хороший помощник тоже дорого стоит. Ну, вам не комфортно уже было тренера просто, да? Хотелось именно вот пробовать главный? Нет, мне было комфортно. Но, конечно, я так бы... Обычно искусственного зона комфорта может быть? Ну, так для того, чтобы как-то пойти дальше, нужно чем-то рисковать, выходить из зоны комфорта. Я думаю, все равно у вас есть какие-то внутри такие моменты, что вы немножко, не знаю, опасаетесь, может быть, как-то волнуетесь. Ну, потому что работа очень серьезная сейчас начнет. Если честно, то нет. Вообще спокойно. Ну, а чего опасаться? Вы поймете, что вы что, можете как-то избежать каких-то неудач, проигрышей? Вы этого избежать не можете. Говорить откровенно, что Минчанка настолько сильный клуб, что может составлять серьезную конкуренцию в Суперлиге, с трудом. Да, можно, если несколько лет будет возможность поработать, как-то собрать людей, какие-то найти здесь средства, способы, то, возможно, да, в какой-то перспективе. Но настолько это непросто сделать. Поэтому заранее вы понимаете, что будет. Я знаю заранее, что будет. Что бы я тут ни делал, как бы я тут ни пытался, то все равно в своей голове поймут тяжело. Тяжело. Пытаться можно, но это сделать тяжело. Поэтому если посмотреть реально на вещи, то чего опасаться, если вы знаете, что будет наперед. А что будет? Если так говорить откровенно, то во многом результат, конечно, важен. Безусловно, важен. Но тут речь идет о некоторых вопросах о выживаемости. Вот, к примеру, допустим, вчерашняя новость. Сахарин снимается в Суперлиге. Была команда и нет. А за мое время, скромное время работы в российском чемпионате, ну, я вот навскидку могу назвать порядка десяти клубов, которых больше нет. Мечта. А здесь о цели говорить пока сложно. Станислава Саликова, чтобы все ведущие белорусские волейболистки, выступающие за рубежом, усилили состав Минчанки. Об этом всегда говорил и Виктор Гончаров. То есть создать базовый клуб национальной сборной страны. По нескольким причинам подобного достигнуть пока не представляется возможным. К сожалению, большинство игроков, которые могли бы играть за Минчанку, играют в других клубах. Но там платят больше, я так понимаю. Да, там платят больше. Играют девушки в Турции, играют девушки в России, в Германии, в Польше. Ну, вот сейчас в Россию уехала Сокольчик. Большая потеря? Да. Это потеря для команды. Сейчас уезжает Гришкевич в Италию. Это игроки не замены, это игроки состава сборной команды, которые были здесь. А их сейчас нет. Кем их заменить? Ну и приходится покупать иностранцев. А почему бы не оставить этих своих людей здесь? Нет, нужны деньги. На это нужны деньги, да. А где их взять? Ну, это вопрос не ко мне. То есть, Минченко, вот как и Тегеншо говорил, вы такое же мнение придерживаетесь, должна быть базовом сборной, да? Я считаю, что наша страна имеет право иметь одну сильную команду, сильную команду, с нормальным бюджетом, который бы составлял конкуренцию. Я не говорю, что там, не прошу, чтобы мы имели лигу, так как имеют Турция, Россия, Италия, Франция, Германия, Финляндия, да любая страна, Польша, все тут рядом с нами, все имеют лигу. Хотя бы одну команду, которая была бы конкурентоспособной, которая приколала к себе интерес, а не участникам Суперлиги. На данный момент состав Минчанки укомплектован наверняка в ростере белорусские две девушки, представляющие Азербайджан и Россию. Также вновь вернулась в Минск Анна Калиновская. На прошлой неделе Президиум Всероссийской Федерации Волейбола включил Минчанку в число команд Суперлиги, однако окончательное решение будет приниматься вплоть до старта сезона ввиду эпидемиологической обстановки в России и Беларуси. Старт Кубка России 7 сентября, Суперлиги 29 сентября. А пока время национальных команд.